Вы очень много разговариваете? А, да я просто прохожу Вы тоже от нас будете убегать? Они обязаны получить штраф Тухляк Один полученный тухляк Это реально ни о чем А такой же вскрытый товар, который мы уже попробовали, продадите нам Надоело мне кушать, стой, друзья Ну не, не бросите Есть дата изготовления Где вы учитесь? Работает А вы ничего не забыли сделать? Когда подошли к нам У меня уже есть сомнения, что вы сотрудник полиции Протокол устного заявления, еще раз говорю Я не обязан считываться перед вами Спасибо, что травите людей просроченным товаром Сыр просрочен Всем привет! Мы снова в гиперспаре Если вы не видели первую часть Вот здесь где-то в подсказке Вы можете кликнуть по ней, перейти и посмотреть И мы купили просроченный сырок Сейчас пойдем возьмем тележку И я уверен, мы наберем еще много тухляка в этом магазине Вы помните, как заместитель директора Обещал нам, что она исправит все нарушения И когда мы в следующий раз придем Все будет чинно, благородно, красиво Ни хрена Мы вот прошли по магазину И я уже увидел до хрена нарушений Подошли к сырам И прям второй сыр, который мы взяли Оказался уже просрочен Паковано 21.04.17.42 Срок годности 24 часа Сегодня у нас 23.04.2020 20.04.17.16 Просрочен на сутки Смотрите, друзья, мармеладки, которые продаются детям Так вроде красивенько все, да, аппетитненько выглядит Но вот я, к примеру, родитель Хочу узнать, когда они произведены Смотрю Тут нет никакой информации Даже даты упаковки нет Вот ребенок, смотрите, берет И, возможно, этот ребенок отравится этими мармеладками Девушка, извините, а вы берете здесь мармеладки, покупаете, да? Да, брали, да, да, помнишь? Да Тебе понравились? Вкусные? Ага Отравления никогда не было? Не было Просто я смотрю здесь даты изготовления, не вижу нигде Свежие, они не свежие Ооо Такие хотите взять? Нет, мы еще пока не хотим А, не хотите, пока Уже хочет Уже все, все хочет О, смотрите, нас снимают тоже Скрытая камера Мы не можем узнать дату изготовления Вот бабушка с ребенком тоже не могут узнать дату изготовления Давайте мы попробуем, проверим органолитические свойства товара И скажем, можно такие брать или нет Но они уже жесткие Они реально жесткие Они уже не свежие, друзья Это откровенный тухляк Такой тухляк продавать нельзя уже детям Но они все без даты изготовления Я все пробовать не хочу, потому что я даже эту прожевать до конца не могу Поаккуратнее будьте Ну, а когда они изготовлены? А дату изготовления должна выше быть Да, их понятно, что сегодня упаковали Они, может, тухлые, уже 2 года лежат здесь Где-то есть дата упаковки Где-то вообще никакой информации нет Тухляк Откровенный тухляк Я до сих пор не могу прожевать Серьезно Мне обещали в тот раз, что везде будет родная аннотация от производителя Никакой информации нет Давайте взвесим Смотрите, как нас сотрудники магазина снимают Маску надел, капюшон, чтобы не узнали Но все равно магазин-то тухлый И я вам это показываю И всем это понятно Давайте посмотрим Может, весы нам покажут дату изготовления Конечно, здесь нет никакой даты изготовления Показываю на камеру И, в принципе, половина конфет так без даты изготовления Те же самые нарушения Зам. директора Нехорошо обманывать покупателей Друзья, показываю вам На примере черного хлеба Есть состав, есть условия хранения Никаких дат нет Когда он изготовлен Когда он упакован Ничего нет По распоряжению мы ставим этикетку И ставим число Согласитесь, магазин должен работать по закону А не по распоряжениям Возможно, вы в этом правы Невозможно, я в этом прав Здесь должна быть информация Поэтому это некачественный продукт Если вы мне докажете, что он приготовлен, например, сегодня Я, извинюсь, скажу, что он качественный Но вы мне никак это не докажете уже Ну, если вы не понимаете по качеству продукции То где чертые продукции А где нет То это просто-напросто вы решили Нас как-то каким-то образом опорочить Вы сами себя опорочиваете, понимаете Ни на одной выпечке нет даты изготовления Почему сюда такой же штампик не поставить На каждую продукцию с датой изготовления Мы учтем ваше замечание Здравствуйте Смотрите, вы конфеты у нас искусствовали? Попробовал, да Она жесткая, некачественная Я могу вам дать попробовать Естественно, любой качественный товар я плачу Качественный? Да, качественный Все хорошо Вы кто? Не подскажете? Ну, с вами-то нет смысла общаться Я думаю, вы вряд ли законы понимаете Можете управляющим вам позвать сразу Они беспокоятся, что я не буду платить Я всегда говорю Любой качественный продукт я плачу без проблем Вот все, что качественно, все, что я съел Если они мне докажут, я с удовольствием плачу Тут, собственно, все то же самое На багетах ни на одном я не вижу даты изготовления Подошли к кондитерскому отделу Ну, все то же самое, что и было раньше Есть только даты упаковки Даты изготовления ни на одном товаре здесь нет То есть, по факту, скорее всего, это тухляк Который они завернули в красивую обертку И продают вам Мы это все забираем Тухляк, тухляк, тухляк Один толщин тухляк Показываю вам Нигде нет даты изготовления Такого быть не должно Тем более в такой крупной сети, как SPAR Но, как вы знаете И как мы уже выяснили Это одна из самых тухлых сетей в России Я просто очень люблю выпечку Люблю сладости Поэтому беру их побольше Но там хотя бы была дата упаковки Да, в принципе, можно как-то понять Свежий товар или нет Может быть Хотя никак нельзя Здесь вообще никакой информации нет Смотрите Просто пирожная, картошка Какой-то код Когда они изготовлены? Когда они упакованы? Какие у них условия хранения? Соблюдаются они здесь? Не соблюдаются? Да какой элементарный состав? Может, я диабетик? Может, я аллергик? И я уже никак не смогу узнать И вот эта картошка может стать Последним моим приемом До попадания в больницу Ошибки все те же самые Что и были два месяца назад Смотрите, все на телефонах Все вокруг нас ходят, снимают Кому-то звонят уже Вы просто поймите, друзья Я не буду вот это все брать Потому что, понимаешь, у меня тупо тележки не хватит А руки у меня только две, к сожалению Но это все тухляка В принципе, все это уже нельзя продавать потребителю Хлебушек А информации никакой на хлебушек нет Даже стикера со штрих-кодом и названием здесь нет Здесь должна быть маркировка Не там где-то, а здесь Вы считаете, у всех покупателей есть перчатки? Которые берут А вы в данный момент никак покупатель хотите? Кто вам сказал? Я купил у вас уже товар Я у вас купил уже товар Тогда вы не имеете права делать замечания Правильная реакция Лучше промолчать иногда Так Никакой информации нет Есть какая-то дата Но я честно не понимаю Это годен до Либо даты изготовления продукта Так, беспалевно У меня теперь есть свой оператор личный У меня в спаре теперь свой личный оператор Причем бесплатный О! Чудо! Появилась какая-то информация Появилась дата изготовления И время изготовления Хранить не более 12 часов Я, конечно, понимаю, написано ручкой Но это все же лучше, чем ничего Ну и придираться с таким мелочам я, конечно, уже не буду В целом появилось И меня это, безусловно, радует А не подскажете? А отсюда вы продаете роллы? С витрины? Куда вы уходите? Мужчина убегает Мне сегодня один из подписчиков прислал информацию Что всем работникам спара сказали Не общаться с блогерами Уходить из камеры И просто игнорировать нас Похожая правда И рыбка Как хранилась, так и хранится Градусника здесь не появилось Давайте посмотрим мидии Не более 12 часов 3 плюс-минус 2 градуса Как узнать, какая здесь температура? Одни и те же вопросы, понимаете? И на них на все нет ответов Курочка вся с датой упаковки Ни на одной курочке нет даты изготовления Вот это что такое? Курица охлажденная Посмотрите, какая-то она желтизну отдает Это тухляк Это откровенный тухляк Тут даже не надо быть экспертом Не надо пробовать Просто на цвет смотришь Она тухлая Это вся курица тухлая уже Но по маркировке она, естественно, свежая Сегодня упакованная А когда изготовленная, неизвестно То же самое Весь отдел, только дата упаковки Пойдем дальше Мне уже надоело одно и то же говорить Мне уже надоело объяснять этим магазинам Что должна быть дата изготовления Ну не понимают Ну тупые Либо не хотят понимать Тут два варианта Смотрите, единственное, они молодцы Ни одной корзины с колбаской С нарушениями условий хранения больше нет Вот в этом спар красавчики Я уверен, что там нарушена температура хранения Ну это единственное Это как плюнуть в море Говна Мясо Корейка столичная Только дата упаковки Девушка Не подскажете? Могу я узнать, когда она изготовлена? Подошли сейчас к продавцам Сказали, чтоб с нами не общались Ну бред же Ну спар, вы сами сядут тем самым, позорите Нет, чтоб подойти Нормально все объяснить по красоте Все, извиниться Да, были неправы, да, исправим И все, мы бы ушли спокойно Ну а так Придется пробовать Жрать Вызывать полицию Оформлять Смотрите, все с прилавка убежали Осталась одна фасовщица Буженина 749 рублей за килограмм А по факту тухляк Девушка А можете нам взвесить колбаску? Порезать ее? Спар Честно, вы себя позорите Вся колбаса, которая у них скрыта В принципе, без даты изготовления Сыр Гауди берем Смотрите, все края заветренны Почему-то меня терзают сомнения, что такого быть не должно И это просто уже края заветрились Он старый Но упакован он при этом вчера И естественно, срока годности после упаковки нет А я вам так скажу Срока годности любого упакованного сыра 12 часов И это еще и просрочка То есть, вот этот весь сыр Гауди Он мало того, что уже заветренный Он потерял свои органолептические свойства Он еще и просроченный Меня радует, что они сюда теперь стали класть родную аннотацию от производителя То есть, по идее, есть дата изготовления Есть до какого он годен Но проблема в том, что эта информация должна быть здесь И если этой информации здесь нет на маркировке То товар уже некачественный и опасный Здесь, естественно, информации нет И они мне уже никак не смогут доказать, что вот это Вот от этого куска О, ролички Есть дата упаковки Когда изготовлена, непонятно Все уточняйте у продавца Либо смотрите терминал То есть, условия хранения обязательно должны быть здесь Информация о производителе должна быть здесь Дата изготовления, срок годности Тут только когда они упаковали Возможно, тухлые ровы Вот это меня радует Смотрите Помните, я ругался, что Ну, это беспредел, бардак Похаркал здесь Поплевался Вот поговорю Я сейчас у меня слюни без рта летят Высморкался И иду себе накладывать еду А потом следующий человек берет И вместе с моими соплями это ест Ну, я просто считаю, что это неправильно Чтоб так хранилась еда Возможно, из-за нас Возможно, в связи с коронавирусом Но салатики теперь все упакованы Все красиво Это не может не радовать Но их упаковка салатиков Естественно, без даты изготовления Ну, а чему удивляться? И вот мне интересно, как понять Какая здесь температура Давайте обойдем, посмотрим Может, где-то есть градусник А, собственно, я здесь градусника нигде не вижу То есть, какая здесь температура? Так здесь Чуть-чуть прохладненько Но температура должна быть 4 плюс-минус 2 градуса И у меня явное подозрение Что здесь температура выше И интересно, почему у этого холодильника нет температуры А вот у соседнего уже есть градусник Здесь все в порядке по температуре Но даты изготовления нет Косяк И ролчики Там вроде красиво А здесь без какой-либо маркировки вообще То есть, по факту, они, скорее всего, тухлые И если даже они сейчас нанесут маркировку Они уже никак не смогут доказать Что действительно в этот день В это время изготовлены эти роллы Я так понимаю, вы нам по салатикам аннотацию тоже не покажете? Когда они изготовлены Вы видели, выглядывают Сколько сотрудников с пара просто выглядывают Ну, это же позор Ну, блин Без слов просто Это первый магазин такой, который так позорится Осталось только нападать на покупателей с кулаками И смотри, выглядывают Опа, спрятался Рыбка То же самое Нет даты изготовления У этого холодильника я тоже не вижу температуру И причем она реально теплая Если там она прохладная, а здесь она вот теплая Интересно Они вот такую красоту продают Как вы считаете, друзья? Должны так выглядеть овощи, фрукты? Я не знаю, что это даже Я просто потому, что да, я вижу, что это тухляк Вы видите, что это тухляк Но бабулька подойдет со слабым зрением И купит это Поэтому это тоже к нам в тележку Мне кажется, я где-то это уже видел Рыбка Показываю Упакована под вакуумом Спар, вы серьезно считаете, что вот это вакуум по-вашему? Это развакуум Такую же продавать нельзя Для сравнения показываю Вот рыбка лежит Действительно, она под вакуумом А вот это уже нихрена не под вакуумом И люди, которые, может, даже не знают, что она должна быть под вакуумом Купят это и потом могут отравиться И самое обидное, что мне часто пишут Вы же пишете мне, подписчики, что отравитесь И не знаете, что делать в этой ситуации Как поступить? Просто вас дурят, барыги эти наглые А вы жрете тухляк И еще платите за него деньги Развакуум И здесь развакуум Она еще и в снежку уже, смотрите Скорее всего, были нарушены условия хранения Она была разморожена И заморожена по новой Упакована под вакуумом И она должна быть упакована под вакуумом Нет, она, может, конечно, и была упакована когда-то под вакуумом Но явно не сейчас А теперь, друзья Давайте сходим к терминалу, к их волшебному И посмотрим все-таки Здравствуйте Вы можете меня поснимать Да вы мне даром не нужны Почему же? Меня можете поснимать Вот Смотри Ты тоже уже интересна людям Пойдемте посмотрим Да, не обращай внимания на этого дурачка с камерой Вы очень много разговариваете И что? Вам что-то не нравится? Вы? И что теперь? Ничего Вы мне не нравитесь? Уйдите от меня, если я вам не нравлюсь Вы мне тоже не нравитесь Я вот здесь покупаю Покупаете Я, понимаете, не по мужчинам Поэтому вы мне тоже не нравитесь Я больше по девушкам Я тут сомневаюсь Вот по вам я действительно сомневаюсь Если вы защищаете товар, который просроченный Магазин Это вы как поняли? Видно И сейчас с такими людьми общаетесь? Что вы поняли? Это не видно За километр Ну, я вам тоже скажу Вам много что видно Так Ну, давайте Мы пройдем аккуратно А, да я просто прохожу Возьми Тебе никто не мешает Смотрите, какие работники в спаре Просто хамство А он и заместитель директора идет Заместитель директора Вы тоже с нами не будете общаться? Анна Александровна Вы тоже от нас будете убегать? Вы все видите сами Пойдемте искать их терминал волшебный На котором должна быть вся информация о товаре Давайте посмотрим информацию на креветке А вот и вся информация, которую нам показывает информационный терминал Просто креветки 150+, весовые и код Естественно, терминал никакую дату изготовления нам не покажет Давайте проверим с роллами Блюдо, стол, суши Замечательная информация Интересно, какой же у него все-таки срок хранения? А, естественно, терминал нам никакой информации тоже не показывает Ну, это тухляк Я вам сразу сказал Так, друзья Я предлагаю вам вызвать сотрудников полиции И оформить данный магазин за то, что они продали нам просрочку Тем более за такую наглость Они обязаны получить штраф Здравствуйте, девушка Купили просроченный товар в магазине Гиперспар Нам нужен полицейский, участковый Либо следственная оперативная группа Написать заявление, сделать тупик из товара Ну вот, вызвали мы на хамов из пара сотрудников полиции Но я считаю, одного штрафа недостаточно Поэтому давайте попробуем пару товаров здесь Честно, вот такой сыр, например, я реально боюсь пробовать Даже ничего не привлекает Торт, чизкейк с малиной Блин, у нас немножечко ничего нет Не подготовились Я думаю, вы понимаете, карантин, все дела Поэтому я решил надеть меру предосторожности Салфановый пакетик И сейчас мы попробуем Так, это невкусно Какое говно Не, насколько я люблю чизкейки Это неплохо Я бы даже такой заплатил Если бы он был качественным Вот, спар Почему вы не заботитесь о блогерах? Почему не поставить столики в спаре? Чтобы любой блогер мог прийти и спокойно покушать Пирожное пражское То же самое, без какой-либо информации По сравнению с мармеладками, хотя бы мягкое И, возможно, действительно это свежее Но это тухляк Просто по закону поймите этот тухляк По 29-му федеральному закону, статье 3-й Это все некачественный и опасный товар Тортик эстерхази Я, в принципе, очень люблю эстерхази Только не от спара Давайте попробуем, какой эстерхази здесь Это реально ни о чем Такой эстерхази я бы вам явно не посоветовал Пойдемте, возьмем влажные салфетки Взяли мы салфеточки в спаре Еды много Надо заботиться о безопасности И протирать периодически руки Сейчас мы пойдем их оплатим Мы же не какие-то негодяи Чтобы не оплачивать качественный товар И давайте ради интереса Попробуем еще товар купить с нарушением маркировки Посмотрим, продадут они нам товар или нет Мне кажется, или работник сказал товар не продавать Сейчас посмотрим Девушка, вы нам товар продадите? Здравствуйте Какой? Вот этот У вас только вот этот, видите? Да, и все Опять, к сожалению, не попробуем продать Почему же? Просто не могу Ну это же товар, он лежит на витрине у вас Извиняюсь, не могу Тогда давайте, я не буду его покупать, обратно в тележку положу Нет Не отдадите? Это пробивать Товар по акции? Нет, тоже не желаем Мы уже набрали у вас товар по акции А такой же вскрытый товар, который мы уже попробовали, продадите нам А вы не имели права? А я согласен его оплатить, если купить Я же не против Я попробовал, поскольку не был уверен в качестве товара Все же, я вам не могу пробить его Не можете, а почему? Он же у вас лежит на витрине Он же качественный, по вашему мнению По мнению спара Извините, я пока не могу Вот так вот Извините меня, не могу вам пробить товар То есть работник нам сейчас сказала таким образом Что мы можем все пробовать И они не будут ничего продавать Потому что они сами прекрасно понимают, что это все некачественное И за это штраф гораздо больше, чем за любую просрочку Ну, пойдемте еще покушаем, пока сотрудников полиции ждем Попробуем еще вот эти мармеладки Может быть, они все-таки свежие Они хотя бы мягкие Как жаль, что на них нет дата изготовления Вот вроде кушаем, да Но стульчиков со столом не хватает Я вижу стул Возможно, это спара нас позаботился Девушка, не подскажете? Это для нас стульок стоит? Мы можем его взять? Почему? Ну, пока кассира нет, мы его возьмем Надоело мне кушать стоит, друзья Поэтому мы взяли стульчик, одолжили у спара Зато смотрите теперь, как удобно Можно прям как за столом Всех угощаю Ой, красота Тухляк Вот честно, при виде такой курицы, блевать охота Не то, что есть что-то Ждем хоть по второму кругу в магазин иди Еще набирай Пока ждешь прицессик Все уже съешь Ну, в случае со спаром, поскольку здесь один тухляк Уже успеешь проголодаться Меня удивляет, что до сих пор не приехала Росгвардия Не приехал ГБР Спар Что с вами случилось? Вы как-то сегодня отходите от плана А вот это быдло, которое пыталось с нами толкаться Это, скорее всего, я так понимаю, охранники Эй, смотрите, друзья Нам даже никто не может доказать, что этот товар действительно качественный То есть, возможно, если бы они смогли доказать, я бы, естественно, его платил Ну а так, ну за что платить? За тухляк? Ну нет, ну бросьте Здравствуйте Я вызывал Что случилось? Купили просроченный товар Ну Нужно сделать опись, написать заявление Кому нужно? Мне Нет Ну пойдемте, напишите заявление Пойдемте И сделать опись товара С некачественной маркировкой тоже А где сыр и все? Купили, да А где просроченный? Что просроченный? Тут у всего нет даты изготовления Где? Покажи, что нет даты Смотрите Вот сыр берем первый Есть здесь даты изготовления Как вы считаете? Вот тут курица свежая? Вот так выглядит Ну вот я знаю, что это не свежая курица А вот что взяли, что она не свежая? По внешнему виду По органолептическим свойствам По каким? Органолептическим Где вы учите? Работает Смогли где А так Закон А вы кто не подскажете? Я полицейский А вы ничего не забыли сделать, когда подошли к нам? И обратились? Ну вы Вы к нам подошли, не где я к вам прислал Вы к нам подошли Сейчас вам представьтесь, обязательно А вы, по чем заявление подписать? Дай писать, пожалуйста А? Неоплаченный товар, бурс Бережка А что не оплачет? Теперь вопрос Я готов его весь оплатить Мне отказались на кассе А продать этот товар Ну вы будете влечены уже к ответственности по-другому Они будут по-другому ответственность Документ есть и было? Естественно Я пока ваших не увидел И вы не представились У меня уже есть сомнения, что вы сотрудник полиции Так Майор полиции Зольников Николай Борисович До 15 августа 2022 Замечательно Теперь верю Что же вы не представляете? А вы все, покажите Будете сейчас заполнять, естественно предоставлю Я же хочу заявление написать Я же уже заполняю Заполняй, ручка есть у вас? Протокол устного заявления Да, конечно А вы так не пишете сейчас? Не, я сначала хочу заявление написать Что вы меня опрашиваете без заявления? Все, напишите Не переживайте, напишите, все Давайте сначала заявление Напишите У вас порядок какой-то странный Какой странный порядок? Обычно сначала заявление пишут сюда Протокол устного заявления, еще раз говорю А почему он держит? Ну потому что Число, месяц, год, восемь Я не обязан начитываться перед вами Вы приобрели, что? Да, сыр А съели, что сейчас? Сын ели Попробовал, да Проверил гранателептические свойства Ну вот, например Понял, что некачественный И маркировки нет Попросил оплатить Мы не отказались продать Потому что понимали, что это тухлый товар Что, вы прослушали? Да Упаковано 21.04 Срок годности 24 часа Сегодня 23 Сколько вам продали? Один, сэр 17.16, правильно? 24 часа То есть вчера в 17 он испортился И на сутки он просрочен И на сутки он просрочен Почему он просрочен? Сегодня у него будет 17.15 Сегодня 23 21 было 22 он просрочился А сегодня уже 23 Почему? Если он упакован был Ну? Вот он упакован был 22 у него первый день прошел 23 Так 24 часа Это одни сутки А не двое суток Привлечь к ответственности Администрации магазина ООО «Спартура» Смотрите Как «Спар» торгует просрочкой И скрывает это от покупателей Вроде родная маркировка есть, да? Вот вы видите, где надрез мяса Но дату изготовления они взяли и оторвали Либо скрыли Чтобы покупатель никак не мог убедиться, что товар свежий И кушал тухляк Смотрите надпись Самый свежий магазин Как вы считаете? Вот это самый свежий все? Конечно, самый свежий Без вопросов Передать данное заявление Роспотребнадзору И провести проверку Все, спасибо вам за службу До свидания И это снова вы Зам директора магазина Анна Александровна Гавилова Где у вас книга Узовов? Нет, можете там Я сейчас продаю Просто я смотрю На уголке информации нет Приезжали, я опять улоку? Нет, это не варишь Нет, нет, там Это не по поводу воровства Мы вызывали По поводу некачественного товара Некачественного товара? Какое там некачественное? Полторы корзинки вон стоят у сотрудников полиции Сейчас некачественного товара Ну, просроченные Товар с нарушением маркировки Я знаю, болты начали маркировать Поэтому по интернету вывед Выкладывал? Да, я выкладывал Ваш магазин Что-то начали, что-то улучшили Что-то нет Что-то исправили Но вот сейчас мы еще раз обратились Возможно, с этого раза уже больше исправят Потом еще больше исправят И все будет хорошо, красиво Написал я претензии в книгу Узовов Чтобы у них остались мои данные Во-первых, во-вторых Я написал, что я готов оплатить весь этот товар Но если они докажут, что он качественный Потому что, по моему мнению, весь он некачественный И если они захотят вдруг провести экспертизу В чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь То я указал в книге Узовов Что на экспертизе хочу присутствовать лично Но я вам так скажу Они не будут проводить экспертизу Они мне уже даже отказались продавать этот товар О какой экспертизе может идти речь? Потому что они сами понимают, что тухляком торгуют И травят людей тухляком Ну вот и закончился наш рейд с гиперспар, друзья Вы все видели сами Отбитая наглухо охрана Игнор со стороны сотрудников Но я говорю, мне подписчик написал Им дали указ не общаться с нами Уходите с камеры, уходите с кадра Скрытые операторы, которые снимали нас с подтяжка Толкающаяся охрана, которая так и пыталась остановить нас Но мы сделали свое дело Мы собрали тухляк в спаре Написали заявление Я очень надеюсь, что именно этот магазин Роспотребнадзор привлекет к ответственности Потому что такое отношение к покупателям недопустимо И да, друзья, у меня к вам вопрос В какое время вам удобнее, чтобы я выкладывал видео? Вот здесь будет опрос Пожалуйста, не поленитесь Нажмите Для меня это очень важно А на этом у меня все Ставьте лайки Подписывайтесь обязательно на канал Пишите комментарии Все ваши комментарии я читаю По возможности на все отвечаю Спасибо большое вам за активность Благодаря вам у меня есть стимул Работать дальше Снимать более качественный и интересный контент Всем пока